Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии вторника, очередном торговом дне, который, как, собственно, глядя на экономический календарь, может преподнести нам несколько фундаментальных сюрпризов с точки зрения статистики. И я буду надеяться, что мы сможем правильно распорядиться этим фундаментальным фоном. Плюс ко всему, мы снова приблизились к долгожданным итогам двухдневного заседания ФРС. Напомню, что полноценно к анализу этого фона мы вернемся завтра вечером. Точнее, вы понаблюдаете уже за мониторами ваших компьютеров, что будет происходить с активами, которые вы используете в каждодневной спекулятивной деятельности. Ну, а в ходе брифинга в четверг мы уже детально проанализируем вместе с вами, что же мы услышим, собственно, по факту конференции Федеральной земной системы, будут ли конкретные сроки тогда, когда американский мегарегулятор готовится к нормализации денежно-кредитной политики. И, в общем, оценим перспективы американской валюты, поскольку именно на доллар мы сейчас сделаем очень большую ставку, прогнозируя очень неплохой рост в самое ближайшее время. Что касается нашего традиционного сценария брифинга, как всегда, обозначу кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться этим бонусом, достаточно произнести кодовое слово вашему персональному менеджеру, который непременно есть у каждого из вас. Величина сегодняшнего бонуса 6,5%, кодовое слово обозначу позже. Ну и что касается наших традиционных начальных активов для анализа, это нефть и российская валюта. Откройте, пожалуйста, графики бренда. Этот актив интересует нас в первую очередь, потому что именно от динамики бренда зависит, исходя из корреляционной природы с рублем, что происходит с российской валютой. Если посмотреть на бренд, то в целом здесь нужно констатировать очень серьезное ослабление, серьезный прессинг, который сейчас оказывается на позиции черного золота. Фундаментальный фон просто всеобъемлющий. Наверное, с какой стороны, с какого региона мы бы не зашли, в плане производителей нефтересурсов у нас будут негативные факторы, которые сказываются как раз на коррекционном настрое трейдеров в отношении как WTI, так и бренда. Мы анализировали общую ситуацию по объемам производства, переизбыток приложений, недостаточный спрос, слабость мировой экономики, увеличение запасов в Оклахоме, в Кушинге, главном нефтяном терминале и хранилище. Обозначали то, что в принципе, с учетом периодического увеличения запасов, они приближаются к своим номинальным показателям, оказывая еще большее давление на прочие нефтяные хабы, которые рассредоточены по всей территории США. Поэтому в подобных условиях уже неоднократно отмечали, что спросу будет практически невозможно найти соответствующего равновесного значения с предложением. Мы также анализировали общее состояние еврозоны, Китая. На Китай сделали наибольшую ставку, поскольку сейчас действительно без привлечения можно сказать, что Китай главный фундаментальный герой с точки зрения влияния на финансовые активы, как на валютные активы рынка Форекс, так и на фондовые рынки, на индексы и акции и производные финансовые инструменты. Сделка с Ираном, ожидание снятия финансово-экономических санкций. Сроки пока неизвестны, но в целом мы прекрасно понимаем, что рано или поздно это произойдет, а значит Иран сможет увеличить производство энергоресурсов, поставить больше объема на мировой рынок и опять же, возвращаясь к теме сниженного спроса, это будет еще больший катаклизм, риск для перспектив нефтяного ресурса. Это что касается общего фона, но особый акцент я хочу все-таки сделать сейчас на Китай, потому что если вы следили за тем, что происходило по итогам вчерашней торговой сессии, то разумеется уже наверняка в курсе, что как раз разгрузка и стремительные падения китайского фондового индекса Shanghai Composite практически на 8,5% это самое сильное дневное падение с 2007 года, не оставило трейдерам буквально никакого шанса с точки зрения спроса на активы, которые на фоне определенных предпочтений пользуются наибольшей привлекательностью. Поскольку мы видели серьезные риски, мы сразу стали проецировать то, что происходило с фондовым рынком Китая, на то, что это еще на подтверждение очень серьезной, негативной и слабой ситуации, слабости экономики Китая, что в перспективе может привести к снижению темпов экономического роста, которые без того оставляют желать лучшего переброситься на прочие развитые и развивающиеся рынки, то разумеется подобные риски стали причиной того, что трейдеры просто повально, поголовно понесли свои капиталы в защитные активы и убежище. Если посмотрим на пару USD и иена, то в этом ключе, конечно же, повышенным спросом традиционно пользуется именно японская иена. И вчера мы видели, как пара USD и иена корректировалась, и японский актив пользовался повышенным спросом и был более привлекательным для инвестирования, что выступило причиной ослабления позиций американской валюты. Что касается нефти, чтобы не отходить далеко от этой темы, здесь нужно руководствоваться следующим фактом. Если китайский фондовый рынок продолжит падение, значит мы в целом будем говорить о том, что те проблемы, которые характерны сейчас для китайского рынка, на самом деле еще более масштабные. Этот негативный эффект можно будет умножать в несколько раз и говорить о том, что текущий темп экономического роста, который уже явно гораздо хуже тех показателей, которые мы наблюдали несколько год назад. И с учетом даже последнего индекса производственной активности уже имеются серьезные предпосылки говорить о том, что темпы экономического роста будут демонстрировать еще больший спад. А значит будет страдать спрос на сырьевые товары, поскольку Китай является ключевым потребителем. Поэтому буквально все сырьевые активы будут находиться под серьезным прессингом. Нефть уже предвкушает это, уже сыплется. Мы пробили поддержку в районе 55, обозначили более агрессивную цель 50. Может быть на реализацию этой инвестиционной идеи потребуется несколько месяцев. Но глядя по тому, как нефть продолжает стремительно корректироваться, вчера мы увидели то, что Brent потерял еще около 5% и по сути коснулся уровня 53. Сейчас актуальные котировки 53 с небольшим. До нашей цели остается 3 доллара по Brent. Но опять же, учитывая повышенную волатильность, учитывая сохраняющиеся риски дальнейшей коррекции фондового рынка Китая, я думаю, что Brent в принципе не составит особого труда достигнуть даже такой серьезной поддержки, очень важного психологического уровня как 50 даже до конца этой недели. Если ситуация с китайским фондовым рынком выровнится, значит локально мы уберем с повестки серьезный фактор давления сейчас на нефть. И возможно, главному для российской экономики энергетическому ресурсу потребуется несколько недель, чтобы консолидироваться, скажем, в диапазоне 55, может быть даже 56 с небольшим. Но в целом понижательные риски будут сохраняться, и мы по-прежнему будем делать ставку на то, что Brent вполне сохраняет возможность для того, чтобы коснуться очень такой агрессивной цели, как я уже отметил, 50 долларов за баррель. Российская валюта, поскольку сохраняется высокая степень корреляции, в прямом смысле игнорирует практически весь фундаментальный фонд, который сейчас характерен с точки зрения даже локальной поддержки для рубля. Налоговый период его как будто бы и нет, поскольку действительно ситуация с нефтью из ряда вон выходящая, мы видим то, что в принципе уже ломается такая парадигма мышления, мы видим то, что меняются ожидания трейдеров, и если раньше считали, что 55, но это уже предел, от него пойдет только восстановление к тем целям, которые закладывались на Минэкономразвитие России в плане влияния на российскую экономику, и возможно вернется в район 65, может быть даже чуть выше по бренду. Мы же с самого начала говорили, что вероятности для этого нет практически никакой, анализировали общий фундаментальный фонд и отмечали, что нефть будет корректироваться, нефть будет сыпаться и будет продолжать оставаться под давлением. Поэтому сейчас я считаю то, что как раз слом вот этих ожиданий, направленных на то, что дно по этому активу находится гораздо ниже, будет таким притягательным элементом для этого актива, чтобы сохранить коррекционный импульс. Но опять же, большой акцент я делаю на то, что это средняя долгосрочная идея. Ни в коем случае нельзя заходить в эти сделки с плечом 100-200. Максимум плечо, которое нужно использовать при долгосрочном трейдинге, это не более 1 к 10. Это, скажем, небольшое такое лирическое отступление для некоторых комментариев, которые мы периодически увидим на нашем официальном канале на YouTube Амаркетса. Это очень, скажем, волатильные активы. Они предполагают повышенную волатильность движения, динамику и, соответственно, даже коррекционные откаты. Они имеют место быть, но они никак не ломают, собственно, длинную либо короткую инвестиционную идею, которая направлена на долгий срок. Не нужно злоупотреблять с рисками, нужно контролировать money management и, конечно же, нужно следить за тем объемом, который вы закладываете в основу той или иной сделки. Что касается рубля, мы видим то, что уже 60 практически цель, которая реализована, текущие котировки на премаркете 59,76. По итогам вчерашней торговой сессии USDRAP поднимался даже еще выше. Я считаю то, что, учитывая сохранение коррекционного импульса, 60 может быть в качестве реализованной цели уже до конца этого дня. Потом рынку, возможно, потребуется, опять же, проторговка, консолидация. Может быть, мы увидим, опять же, локальное укрепление российской валюты по причине серьезной перепроданности. Но если нефтяной актив будет продолжать коррекционный импульс, сохранит этот импульс и продолжит движение в район 50, здесь уже, к сожалению, технические факторы не будут работать и можно будет смело говорить о том, что 60 – это только промежуточный этап и USDRAP может пойти еще выше. Но, опять же, актуально к этой ситуации мы вернемся уже в ходе следующего брифинга. Пока сохраняем вероятность еще одного витка девальвации для российской валюты. Идем дальше. Евро-доллар. По итогам вчерашней торговой сессии европейская валюта воспользовалась, конечно же, объективной слабостью американской валюты, реагируя, опять же, на ситуацию на китайском фондовом рынке. Поскольку возрос спрос на защитные активы, разумеется, повышенным спросом стал пользоваться франк и японская иена. Доллар чуть отступил, просел индекс, просела доходность американских трежерис. Европейская валюта тут же поспешила воспользоваться этой ситуацией и смогла добраться до локального хая, который был зафиксирован в районе 1.11.28. После этого последовала коррекция. Помимо ситуации с фондовым рынком Китай, если опять же мы посмотрим сейчас на шанхайский композитный индекс, он уже на азиатской торговой сессии достигал локального минимума 3,5 тысячи пунктов, но сейчас восстанавливается. Если эта восстановительная динамика продолжится, если он сможет уйти выше уровня 3,7 тысячи пунктов, учитывая волатильность, это вполне возможно. Я думаю, что по евро-доллару и по USD-йене мы уже снова увидим обратную динамику. И опять же, если посмотрим на актуальные котировки, USD-йена уже восстанавливается, европейская валюта теряет пункты, которые ей удалось отвоевать у американского конкурента по итогам вчерашней торговой сессии, и актуальные котировки уже находятся в районе 1.10.75, может быть, чуть выше. Также дополнительную поддержку главному валютному риску по итогам вчерашней торговой сессии оказало улучшение доверия в деловых кругах Германии. В частности, вчера были опубликованы данные по индексу ИФА, статистика вышла неплохая, и в целом это несколько поддержало локальный оптимизм как косрочных трейдеров, которые стараются использовать такие же как косрочные возможности в динамике рисковых инструментов. В целом можно говорить, что бизнес-ожидания сейчас улучшаются, но это только по статистике ИФА. Может быть, позитивным фактором выступило осознание того, что Греция все-таки избежала выхода из состава валютного блока, и те самые негативные сценарии и серьезные риски, которые мы закладывали для будущего еврозоны в связи с реализацией, с возможностью реализации этого сценария, уже не так актуальны. Поэтому ИФА показал прирост, но я все-таки делаю большую ставку на другой индекс настроений, это от института ЗЮ. Это более, на мой взгляд, объективная статистика, и она сейчас показывает, как раз, на мой взгляд, также более реальную картину, поскольку этот индекс находится на 8-месячном минимуме. Если, скажем, делать ставку в пользу того, какому же индексу доверять, опять же, судя по тому, что я сказал, я думаю, что уже понятно, я бы порекомендовал вам все-таки больше обратить внимание на индекс ЗЮ, и поскольку нет оптимизма и нет факторов улучшения настроения со стороны этой статистики, я считаю то, что евро получил большую поддержку все-таки вчера от ослабления доллара, и не обращая, опять же, на локальную статистику и в случае изменения тренда на китайском фондовом рынке, евро вернется к тому затяжному коррекционному импульсу, который мы обозначали уже довольно-таки давно. Уровень 1.10 станет, опять же, поддержкой, которая очень быстро будет протестирована и превратится в сопротивление. А пара евро-доллар будет направлена в ходе этого, опять же, понижательного импульса еще ниже, в район 1.08, и к тем целям, которые мы поставили раньше. Причины – это ожидание все-таки роста американской валюты, поскольку, опять же, последняя макроэкономическая статистика больше располагает к тому, что на рынке присутствует достаточное количество факторов, указывающих на наличие оснований для американского мега-регулятора к нормализации денежно-кредитной политики. Что касается еврозоны, то тут, опять же, учитывая объективную слабость, мы ожидаем более агрессивного выкупа активов и дополнительных мер экономического стимулирования. Когда это произойдет, конечно же, неизвестно, но я думаю, что это решение со стороны ЕЦБ не за горами. В эту пятницу у нас ждут данные по индексу потребительских цен еврозоней. Если мы увидим то, что показатель сохраняет, опять же, тенденцию к снижению, может быть, даже снова окажется в дефляционной зоне, значит, ЕЦБ придется более, скажем, шусто принимать решения касательно стимулирования экономики. И в целом это будет оказывать тактическое и стратегическое негативное влияние на перспективы евровалюты, то есть главного валютного риска. Что касается доллара и японской иены, откройте графики, посмотрите. Сейчас мы видим актуальные котировки примерно 123.55. Доллар активно набирает пункты с азиатской торговой сессии против японского конкурента, опять же, реагируя на легкую восстановительную динамику шанхайского индекса. И сейчас мы снова фокусируемся уже на макроэкономических данных. Опять же, на прошлой неделе их получили достаточно хорошие данные по рынку труда, по рынку недвижимости, индекс производственной активности, маркет по США тоже неплохой. И вчера вышли данные по заказам на товар длительного пользования. Отчеты очень хорошие. В целом мы увидели статистику 3,4% против прошлого снижения на минус 2,1%. Что касается заказов на товар длительного пользования без учета транспортных расходов, более очищенный, скажем, кристальный показатель. То и здесь также позитив 0,8% против прошлого снижения минус 0,1%. И еще один макроэкономический риск, который указывает на то, что американская экономика в принципе восстанавливается и готова к долгожданному решению. Завтра у нас будут оглашены итоги двухдневного заседания. Завтра мы увидим обновленную ставку. Поэтому вероятность того, что она будет повышена уже сейчас низка, но все-таки она присутствует. Если допустить тот факт, что Елен отмечала, что решение скорее всего будет неожиданностью для рынка, в принципе, наверное, повторит нечто подобное, что мы наблюдали в плане решения Национального банка Швейцарии, то может быть действительно стоит делать ставку на то, что столь долгожданное решение может последовать уже завтра. Но мы все-таки, опять же, руководствуемся большей реальностью, может быть, если так сказать, возможно, и делаем ставку на то, что повышение процентной ставки стоит все-таки ожидать либо в сентябре, либо уже под завесу 2015 года, то есть в декабре. В любом случае до конца этого года очень много мы ждали, осталось подождать еще чуть-чуть и сворачивать, скажем, уже практически на финише с длинной идеей по доллару японской иене будет неправильно. Ну, может быть, даже вы себе после этого не простите, поскольку потенциал роста американца очень серьезный, и если это решение будет анонсировано на рынке, оно придаст импульс не только в моменте для усиления позиции американской валюты, но это станет серьезным основанием для долгосрочной инвестиционной идеи, которая сможет легко отправить пару USD и иена выше уровня 125. Вот туда мы пока и метим. Что касается британской валюты, также откройте, пожалуйста, графики. Актуальные котировки 1,5572. Мы видим то, что постепенно фунт начинает тяготеть в район 1,55, куда мы, собственно, давно уже метим. Отмечаю, что больше оснований сейчас имеется все-таки для коррекции британской валюты. Причины для этого коррекционного импульса, снижения фунта, который мы наблюдали под закрытие прошлой недели, и, в принципе, он может сохраниться и сейчас, это плохие данные по роничным продажам, которые, в принципе, не дотянули до прогнозных значений, до оптимистичных показателей и уже могут стать причиной ослабления темпов экономического роста. Сегодня в 11.30 по московскому времени мы будем анализировать данные по ВВП Англии, но учитывая слабые роничные продажи, я считаю то, что, скорее всего, ВВП сегодня разочарует. И даже если мы посмотрим на прогноз годового значения, он также будет хуже предыдущего. Если статистика окажется слабой, то на британца будет оказано еще большее давление. Также есть и новости по референдуму по поводу выхода из состава валютного блока Англии. Референдум отложен до 2016 года. Я думаю, что не нужно объяснять, что это значит для британской валюты, но все-таки скажу, что рост неопределенности в течение длительного периода времени, а также тот факт, что до разрешения этого вопроса, разумеется, будут приостановлены значительные потоки инвестиций в этот регион, будет также негативным образом сказываться на английской экономике и, разумеется, на позициях национального валютного актива Англии, то есть британской валюты. Поэтому в целом у нас достаточно сейчас идей, аргументов в пользу, опять же, долгосрочного ослабления британской валюты и движения ниже уровня 1,55, напомню, что наша цель 1,53. Единственное, что сейчас может поддержать позиции британской валюты, это новые комментарии со стороны монетарного руководства о том, что Банк Англии готовится к повышению процентной ставки. Но мы все-таки детально анализировали данные по инфляции, пришли к выводу о том, что с учетом текущих показателей уровня инфляционного давления, все-таки лучше не забегать вперед, не торопиться с подобными решениями, которые направлены на, соответственно, ужесточение монетарной политики. Поэтому по фунту мы руководствуемся объективными данными и продолжаем делать ставку на сохранение понижательного тренда и движение в район 1,55. Ясно? Вопрос есть? Что касается кодового слова на сегодня, то приурочим его к все-таки основному макроэкономическому релизу этого дня, то есть данным по темпам экономического роста британской экономики, кодовое слово на сегодня ВВП. Еще раз напомню, что объем бонуса 6,5% это дополнительный бонус к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Ну и безусловно, ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале Амаркет. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.